...это сделано и связано с изучением... ...проводового и сетонного газа... ...это сделано и связано с изучением... ...поскольку все наше событие... ...посвящено Святой Памяти Илье Анатольевича... ...я хотелось несколько слов сказать... ...связывать с его воспоминанием... ...мое множество с ним... ...связано... ...в 1860-м году... ...вот и... ...я очень радуюсь с этим... ...многое... ...человек... ...чрезвычайно эрудированный... ...не только в профессиональной области... ...но и, так сказать... ...чисто такой... ...минутарный, культурный... ...это очень трудный человек... ...скажем... ...имея югу рядом с собой... ...не нужно заглядывать... ...в Википедию... ...чтобы посмотреть... ...как правильно что-то писать... ...и откуда что... ...вот такого... ...класса был человек... ...ну, естественно... ...много... ...обсуждалось... ...всякого... ...происходящего... ...и то, что... ...конкретно касалось того... ...что... ...ну, например, я делаю... ...что... ...сюда было интересно... ...назил медиа... ...и его острые замечания... ...это сейчас... ...резкие... ...нетерпимые... ...казалось бы... ...на самом деле... ...очень добрые... ...они... ...играли... ...очень положительную роль... ...и вот... ...в одной из таких... ...бесед... ...я узнал... ...что... ...послое необразование... ...я Юрий Аркадьевич... ...оптик... ...что мне было очень приятно... ...что знать... ...а произошло это... ...при следующих обстоятельствах... ...нам... ...обсуждался... ...это эксперимент... ...как... ...зануто... ...рассказывал о деталях... ...как... ...все это делается... ...это... 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 ...что мне это рассказывать... ...я говорю... ...оптик! ...образование оптика... ...за этого я там рассказал что он... ...кончал из-за... ...и... ...кончал... ...отделение, оптическое... ...вот и... ...наставник... ...это... ...и... ...наставником был Галагин... ...на много или мало... ...это вообще... ...один из самых таких... Их получили ход воевал, коллеги, народа воевал, вообще исключительный человек, порядочность и так далее. Их было в состоянии силы. Ну, так я хотел сказать вам в начале. Ну, вот эту работу мы не можем себе рассказывать, но репетрам, когда мы будем ее в тюрьме. Ну, посмотрим. Значит. Значит, я начну с того, что в некоей реализации была теоретическая работа главной действующей лицерной группы, я с ним не знаком, которая была нацелена, в общем-то, если прошифровать это название, я тоже нацелена на то, что в магнитном поле по эстону и периодитонов, я позже скажу о чем смотреть, действительно, так сказать, в магнитном поле в некотором интервале от магнитных полей, а то некого критического, компенсируется магнитное поле. И компенсация магнитного поля происходит за счет эффектов агментного отталкивания, если спины параллельны, и более слабого отталкивания, а может быть даже притяжения, если спины направлены в противоположные стороны, в системе взаимодействующих парилетонов, вот в таком экситон-парилетонном возле ГАТИ. Любопытно является то, что Каспин разве не целый, вузы ГАТИ, как эстетон по одной-второй. Давайте я немножечко поговорю, вы офереде. Спин целый, конечно, целый. Скажем, вузы, это звучит целый. Так вот, Любопытным является то, что, я немножко позже покажу картинку, в экситон-парилетонном основном состоянии в отсутствии, магнитного поля имеются две проэта, две проэта, две проэтипсиси, и в какую-то свою соединится, они находятся в плоскости двумерной, так сказать, системы. Ну и поэтому, когда магнитное поле нулевое, ну, должна быть линейная параллелизация. Ну, потому что две круговые дают линейную параллелизацию. Если ничто не фиксирует, так сказать, вот это направление, ничто не фиксирует, то, конечно, фазы могут быть изначально не случайные, направление этой линейной параллелизации, обращаю ваше внимание, речь идет о плоскости, загробных, и другого ряда направлений, а есть линейная параллелизация, это уже некое такое удивление. Так вот, если нет причин чем-то зацепить фазу, то, значит, она случайна, но в реальных системах всегда есть структурный потенциал, который, так сказать, вот эту фазу выдает, и конкретно на той системе, о которой я буду говорить, там всегда направление линейной параллелизации, это 0,1,1. Ну вот, до некоторого критического значения магнитного поля нет спинового расщепления, оно компенсируется обменными взаимодействиями, вот, ну, а после этого идет обычное взаимановское провагнитное расщепление с проекцией с минус-плюс-минус-плюс-плюс-плюс. Александр Борисович, ну вот, стрелочка над Пси, это в каком смысле вектор? Ну что? Стрелочка над Пси что означает? В каком смысле это вектор? Это, знаете, спросите группа, я просто списал это... Там квадрата в одном месте не хватает. Где? Верх, первый степень. Пси не может в первую степень входить. А там входить. Почему? А в семножечко. Да, да. В семножечко. Давайте проедем дальше. Значит, когда я ищусь об экситонных полигетонах, то это следующая субстанция. Она проиллюстрирована вот в этом квадратике. Значит, экситон, он имеет две побережные компоненты, одну подольную. Вот такое прориссонное колебание. Побережное, как правило, выжитено. Если оно взаимодействует со светом, вот на этой конкретной картинке диспрессионная ветвь фотонов – это вот такая вертикальная кривая. Вот в таком масштабе, как здесь представлено, это действительно вертикальная прямая. Естественно, что поперечные колебания поляризационные, то есть экситонные, взаимодействуют с двумя поперечными колебаниями и исходное вырождение экситонного состояния расщепляется раз в два. Вот это нижняя, называется поляризационная ветвь, а это верхняя поляризационная ветвь. В трехмерном случае ситуация резко отлична для нижней поляризационной ветви, потому что диспрессионная кривая в трехмерном случае просто уходит в ноль. как бы нет энергии основного состояния для поляризона в трехмерном случае. А вот в двухмерном, вот есть такое вот чудо. Если квантовая яма помещена в микрорезонатор, вот здесь вот изображен, это может быть одна квантовая яма или несколько идентичных. Это делается для того, чтобы между многими и квантовыми ямами распределить плотность, чтобы не возникала такая проблема, как, скажем, переход в молнии, переход в эту, может быть, и в гумерной системе, ну, в кавычках, так сказать. Мы будем считать, что это одна квантовая яма, и тогда, естественно, здесь возникнут к моде фабри-перо, они будут иметь оквозь дисперсии, которая определяется естественным размером векорезоната. Вот, в сущности, вот этот вот сюжет, он впервые был введен в физику твердого тела Соловону Савчину Пекару в 57-м году, подхваченную, это было, в дальнейшем Харкин, он ввел термин полилитон, потому что такое событие распространяется на все полилитационные колебания средства, и на паноны, ну, и на плазмоны, ну, в частности, на экситоны. Пекар это делал только для экситонов, и называл это добавочный к светоэкситоновому полу. Теперь я буду говорить о конкретном объекте. Конкретный объект, о снегале, ну, из-за спин орбитального взаимодействия происходит по ним размером обпантования, разделение состояния, так сказать, так называемых тяжелых дыр, у которых момент грифт, и и момент электрона. Вот эти комбинации, естественно, дают, в принципе, четыре состояния. Два с проекцией спином плюс-минус единица, и два состояния с моментом плюс-минус сто. Со светом взаимодействует только это состояние. Поэтому, когда говорят об экситонах, имеют в виду только это состояние. А про вот эти дарки, оптически неактивные, про это все можно на спецабрировать. Так вот, вот, та работа Руба, которая была сделана какое-то количество лет назад, она променялась экспериментально, это было сделано в институте физики тела. Вот, в этой постановке работа с полиэлитоном был Витеч Кулаковский. И экспериментально была установлена следующая вещь. Первый. Действительно, в отсутствии магнитного поля излучение полиэлитона химирина полиэлитона, примерно 70%. С ростом магнитного поля линейная поляризация падает, появляется циркулярная поляризация, она идет в себя таким не монотонным образом. А если смотреть на зима расщепление, естественно, это все делается с точностью определенной. Это точность, поскольку линии очень узкие в институте и в институте, здесь точность 5 микроэлектронов. Ну вот, до критического значения, где-то 1,8, и в 80-х все скомпенсировано, а дальше идет, так сказать, обычное зиматорское расщепление. А знак срегулярной поляризации меняется. Значит, теория была сформулирована о, во-первых, нулевой температуре, и, во-вторых, предполагалось, что в системе есть равновесие по спинговым степеням свободы. В эксперименте такого равновесия не было. Ну, естественно, реально приходится работать с ненулевыми температурами. В данной работе это было около 2 гра сургии. Хочу сказать, что поляризон это сильно неравновесная система. Поэтому возникла задача, а что будет с такими же эксетонами, с таким же, так сказать, компенсатом, который гораздо более долго живущий. Ну, вот, диполярные эксетоны в системе с двойными кванковыми ямами, это же можно сделать и в одиночной кванковой яме, я так вот расскажу, из-за пространственного разделения электронных бюрок, из-за редуцированного перекрытия электронно-бюрочной плотности, а это определяется величиной электрического поля, которое наклоняет зоны, ну, и расстоянием в случае двойных кванковых ям расстоянием ширины кванковых ям и расстоянием между центрами тяжести. Короче говоря, такая система представляла интерес для того, чтобы посмотреть, а что будет вообще когда есть надежда, то система окажется равновесной. до этого тщательно проходилась и такая двойная квантовая яма. В конечном итоге мы остановились на ситуации широкой, довольно относительно широкой одиночной квантовой ямы, потому что в этих условиях можно было работать с очень совершенными структурами, ну, если бы она еще была лидированной, изучалась документная граста, дубльной продвижности, которая сотворила десятки миллионов. Вот такой класс совершенства структурного структуры. Но это, естественно, пустая, широкая плантурия. Ну, я просто напомню, что для того, чтобы вести работу, ну, во-первых, надо, так сказать, иметь, прикладывать поле, создавать NIN структуры или PIN структуры. Можно идти по этому пути, но в этом случае всегда нарушается очень сильно структурное совершенство, и поэтому мы работали с ситуацией, которая представляет собой обычный шок-идиот. То есть имеется высокосовершенная квантовая яма, на поверхности напыляется слой металла нормального. Ну, внутри еще за счет лидирования делается область встроенного другого контакта. Так что напряжение прикладывается в таком вертикальном направлении. Если приложить лидическое поле, такая задача решается, ее решали численно, естественно, то мы начали сделать небольшого размера дырку и окно в этом зафоре решетки, то внутри возникает вот такое распределение потенциальной энергии электрона. То есть электрическое поле получается очень сильно неоднородным. Вот. Ну и даже есть соответствующие продольные компоненты электрического поля, это будет важно, так сказать, в дальнейшем. Если вот такую структуру осветить, а масштабы вот этой дырки, это, например, 5-6 леков, вот такой масштаб, небольшой, то вот так вот разговаривается событие в спектрах. Исходно широкая полоса, в конце концов, в больших новостях возбуждения, выше порога подвижности, вырастает вот в очень узкую такую линию, которая сильно температурно чувствительна. Вот если опустить здесь температуру примерно 0,5 гелена в такой высоте 4,2 ну вот это все ассоциируется появление этой высказки с 2-з конденсатом можно построить фазовую геограмму она вот здесь вот построена по спиртоскопическим наблюдениям и чтобы так сказать посмотреть как бы живьем на спектр который получается то видикон видит на выходе с петрального прибора вот такую картинку если на входную щель проектируется та дырочка за 2 решетки о которой я говорил которая имеет вот такой вот размер 4-5 микрон видно действительно в соответствии вот с этой вот потенциальной вот кривой видно что действительно экситоны в основном накапливаются вот в этих потенциальных ямах то есть они накапливаются вот здесь и вот здесь возле края экрана экрана и вот там разыгрывается то событие о котором я сказал но самое потрясающее состоит в том что если посмотреть работая вот в этом монохрамматическом спектре на реальное изображение на реальное изображение того что получается в условии когда возникает узкое линия вот удается увидеть такие замечательные картины эквизистанта расположенных пятен люминесценции вот которые располагаются по периметру соответствующей этой ловушке она может быть круговая она может быть квадратная это могут быть два связанных между собой круга это могут быть два связанных квадрата это может быть прямоугольник это могут быть связанные или отдельные треугольники вот всегда можно наблюдать это так сказать в десятках если не сотнях экспериментов разных структурах всегда есть как появилось умение так вот появляются вот эти мускулы меняется расстояние между ямами а? меняется размер ям на этих картинках это в одном типе структуры где ширина квадратной ямы 250 анкстрем а здесь только меняется фактически геометрия так сказать отверстия через которое смотрится но вот эти масштабы они здесь все показывают чтобы вы видите это масштабы к отверстию относятся это как вот эти пять микроб да 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 я и не говорил ну и конечно в соответствии с той фазовой диаграммой которая строилась контраст этой картины очень осуществительная температура так сказать вот начинает обрываться где-то начиная примерно с четырех градусов вот ну то есть это все корректирует с представлением не в таком фазовом переходе конденсат должен быть конгерентный поэтому естественно смотрелись картины в дальнем поле вот скажем если видеться вот такое такая структура в реальном пространстве из четырех пятен а если смотрите в дальнем поле то видна такая сложная дефицционная картина которая свидетельствует о том что вот это излучение оно когерент ну и характерные масштабы их когерентности они более чем на порядок превышают деброевский длинный волн ну масштабы когерентности они составляют где-то 1,2 микрона если говорить о корреляторе первого порядка линия поляризована так как это было в базе конденсате экситонных поляритонов вот ее поляризация составляет здесь здесь тоже около 70% но с ростом накачки поляризация падает потому что система разогревается эта картина показывает как измеряется в духе эксперимента Юнга коррелятора первого порядка это наблюдение дефицционной картины в дальнем поле а эта картинка иллюстрирует поведение коррелятора второго порядка временной когерентности вблизи порога перед тем как возникает когерентное состояние будто лазер например или конденсат атомных конденсаторов такие эксперименты представились коррелятор второго порядка который больше единицы в идеальном случае он должен равняться двойки но так не получается экспериментально двойки нет но он больше единицы он свидетельствует о явлении сливания фотонов банчинг ну и когда устанавливается когерентное состояние с увеличением накачки это становится равным единицей что свидетельствует о возникновении единого когерентного состояния в системе любопытно что вот этот коррелятор второго порядка очень чувствительный к температуре и действительно когда температура приближается критической он просто падает вот как это в этой области находится что свидетельствует о том что скорее всего так сказать в духе ансагера разрушается гигиентное состояние то есть параметры порядка очень чувствительны чем температура по правом графике температура чего отложена решетки вот здесь температура банит естественно потому что точную температуру неравновесной системы всегда это есть отдельная проблема это был бы отдельный доктор на самом деле всегда она на самом деле как на самом деле ну значит давайте это пропустим это резюме по поводу этого события а теперь переходим по магнитному полю значит по магнитному полю изучалось два события во-первых изучались экситоны которые получались в кольцевой ловушке о которых я говорил для которых наблюдается явление а также наблюдались экситоны в самом центре вот этого отверстия в запоре шутки которые изначально нам казалось вообще скорее всего это прямые экситоны и вообще предметы не имеют отношения в них то все разыгралось самым интересным образом я попозже скажу почему так вот для этих экситонов при включении магнитного поля с ростом магнитного поля тем не менее не было видно никакой компенсации а вот для этих экситонов магнитного поля компенсации поступают на объем то есть эксперимент вот он здесь представлен итак это экситоны на тяжелые дырки прямо из центра ловушки видно что на поле примерно два при той накачке которую мы делаем здесь точность хуже чем полиэтон в эксперименте здесь плюс-минус десять микроанехрон вольт ну значит есть компенсация а дальше линейный изимок в этих же условиях удается видеть поскольку система все-таки невзирая на то что времена длиннее чем на три порядка тем не менее это все-таки масштабы до десятка наносекунд и видно что система неравновесная то есть видны экситоны на легкой дырке и вот на легкой дырке там распрекрасно ведет себя заимановское расщепление это делается в одном и том же эксперименте при одних и тех же условиях что что касается экситонов которые идут по краю кольца ради которого ставили эксперимент там видно зеймановское расщепление с теми же факторами которые описаны в литературе и так далее вот я сейчас постараюсь дать ответ чтобы долго не сянуть в чем здесь дело а дело состоит следующее вот в условиях когда есть представим себе что это вот отверстие круговое за двое решеток вот так направлена магнитная полка а радиальная составляющая электрического поля поля неоднородное оно направлено вот так как показывают синенькие стрелки в этих условиях экситоны совершает круговое движение и это все вместе работает как магнитоэлектрическая наушка без магнитного поля здесь не собираются виситоны а вот когда включается магнитное поле не собирается действительно было видно сужение соответствующей линии и возгорание интенсивности вот когда это было понято это все было проделано потом мы узнали что была такая вот работа сделанная сейчас уже подчинется сверху назад неким еще человеком известный человек который предлагал реализовать вот такую вот систему ну это специально так сказать он рисовал с тем чтобы так сказать в скрещенных электрическом и магнитном поле можно было накопить так сказать их ситуацию здесь оно получилось как бы автоматическим образом вот схема которую рисовал но магнит и так прекрасно ну давайте посмотрим так ли это на самом деле и если мы будем смотреть что же происходит на самом деле это отверстие в данном случае где-то 7 микрон вот это вот круговое отверстие 7 микрон без магнитного поля я хочу сказать что здесь пятна видны мы считаем 4 они только изображены не очень хорошо это связано с тем что соленоидом оптический криостат в котором из которого нужно извлечь хорошее изображение это целая затея но пока мы не преуспели мы преуспели только вот в таких изображениях а не тех которые показывали раньше без магнитного но если включает и так посмотрите ну все-таки видно 4 пятна и практически здесь только какие-то слабенькие следы включая магнитное поле те же самые условия только есть магнитное поле и вот это кольцо размазалось а в центре возгорелась линия вот в нее и наблюдается соответствующая конденсация ну в случае я рассказал все это значит дальше были проделаны следующие вещи вот с этими деполярными экситонами на каплю в электромагнитной ловушке менялась плотность возбуждения ну и посмотрели как меняется фактически критическая величина критического магнитного поля ну вот видно то что так сказать с ростом соответствующей накачки это микроваты если бы тут поставить стрелочку видно что она сдвигается в сторону более высоких магнитных полей ну то есть как бы работают те представления которые были скормулированы в зашифрованном виде в той работе о которой мы говорим а как определяется критическое магнитное поле критическое магнитное поле это величина такого поля при котором прекращается компенсация и дальше наблюдается обычный линейный с тем же фактором который заложен в этой системе все забыли кстати в работе рук это потом повторялось но присвоили предикту типа эффекта Мейстера но это совершенно неудачная аналогия что ли наименование потому что к эффекту Мейстера никакого отношения не имеет потому что Мейстер связан с орбитальными токами а здесь исключительно спиновое так сказать событие оно не затрагивает магнитное поле орбитального движения ну вот в том виде как вписалось как вообще эффективность ну вот собственно говоря и все да еще одну вещь я хотел сказать и она может быть любопытна здесь докладом который делал по поводу эффектной гранины значит во всех этих экспериментах с диполярными экситонами которые создаются с помощью света очень важно очень важно контролировать нейтральную систему что я имею ввиду я имею ввиду следующее что мы имеем как бы равное количество электронов и дыров которые связаны между собой и никаких нет ну температура достаточно низкая вот и нет никаких не скомпенсированных зарядов а вот не скомпенсированные заряды очень сильно влияют на события те о которых я в частности рассказал на что они влияют во-первых вот я говорил о следующем как мы можем управлять это можно сделать экспериментальный трюк или ноу-хау состоящий в том что если подсветку осуществлять с помощью двух названных источников один который генерирует электроновые выращенные пары выше щелей барьери алюмининенной агрессии а другой лазер который генерирует ниже щели барьери алюмининенной агрессии вот комбинация этих двух источников с подбором соотношений интенсивности между ними, они позволяют полностью, как говорится, нейтрализовать систему, создавать электронные выручные пары в одном количестве. Это есть отдельный, как говорится, разговор. Я хотел бы на эту тему говорить, потому что сейчас пространно, потому что это надо показывать всяческие доказательства. Экспериментально, естественно. Но это можно сделать. Так вот, если за этим не следить, и мы знаем, что, допустим, избыточно отсутствует комбинсация в отношении электронов, то есть в системе больше электронов, чем в ней. То есть есть заряды. Но это проявляется в нескольких вещах. Первое. Это, во-первых, проявляется в том, что релаксация к энергии основного состояния, она происходит существенно быстрее при наличии заряда. Вот когда заряда нет, тогда, так сказать, времена релаксации превосходят времена жизни объекта, который мы изучаем и полярных ресурсов. А если подпустить заряды в системе, релаксация идет быстро, ну, в силу того, что происходит рассеян. Ну, и что я еще хотел сказать, работа поставлена в спину, в надежде, в спину, по спинному спинням с днём свободы. На масштабах десятка наносекунд. Будет устанавливаться равновесие по спинному спинному свободу? Оказывается, нет. Оно продолжает быть нарушенным и довольно сильно. И, тем не менее, эффект комбинациации есть. Поэтому, я бы сказал, вызов к теории существует, если вообще это считать любопытным явлением. А заряд без спиновый? Спиновый? Спиновый. Конечно, конечно, заряд или электрон. Одна вторая. Спасибо. Спасибо. Как соотносится типично для энергии? Энергия кулоновская, притяжение, я думаю, только внукле. Энергия заимановская, в тех порах, которые проработаны. Ну, конечно, кулоны гораздо больше. Ну, гораздо что. Я масштаб его назову. Значит, для энергии связи окситонов это масштаб где-то 10 миллиметров энергии связи окситонов. 10. Мы можем расстоять, это не боровский ратус, это расстояние уже яморный. Причёте ходят? Больше может скорого расстояния? Ну, масштаб осталось. Поэтому я называю ритмингом. Тот, который есть для вот этого азиаман. Вы доходите до 6-ти тестов. Азиаман лучше то есть, ну, порядок. Наташа? У меня вопрос. Вот прямо на этом графике. Вот у вас на самом деле все кривые имеют плато и потом и выплываются. А прямое эфситон почему-то сначала растёт и потом воздух. Почему? Там велось мне вот таким образом. Там менялся жифа. Это связано просто с пересечением соответствующих зон магнитного поля. Соответствующие уровни, ландауна назовём так, они пересекаются, это приводит даже к изменению знака жифа. Это проходили люди, это не мы установили. Мы просто повторили то и порадовали, что так оно и есть. Так, у меня ещё второй вопрос. Можно сразу? Я отвечу. Второй вопрос. Вначале вы представляли экспериментальные кривы, не ваши, и там было появление поляризации, имение циркулярной и распрощепление взаимодобстоя давайте сейчас просто быстрее это проискарим. Да-да-да-да. Сейчас я проискарю. Было 1,8 у вас появилось расщепление взаимодобстоя и примерно 1,8 вот 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 смотрите, у вас минимум на циркулярную поляризацию вот 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 примерно на 1,8 как ну нет, у нас 1,6 нет, это 1,6 1,6 то есть ну вот так вот а вот тот факт, что для непримых корсинов нет конпенсации не видно в экскременте конпенсация надо ли понимать, что это как бы против того, что там будет конденсация и вот тот факт, что в эксперименте не видно конпенсации как по полю для непримых корсинов можите подозревать с к как Там нет патриконсации. Ответ про поздно. Вот эти картинки цветные, покажите, пожалуйста, еще раз. Цветные. Цветные, цветные. Вот, стоп, стоп. Вот левое ректэнглеры взяли. Это отверстие какой формы было? Вот как? Вот это есть отверстие. Вот так ориентировано было, да? Оно специально ориентировано было вдоль направления 0, 1, 1. Потому что мы уже установили. Сначала было, как говорится, наблюдение. Потом было удивление, что одни и те же наблюдения дают пятна. Определенный образом ориентировали. После этого была проделана кристаллография и было увидено, что это направление 0, 1, 1, 1. Ну а дальше все остальное. Никто не задавал вопрос, а с чем связано все? Я думаю, что вихревого происходит. Вихревого. Вихревого. Чего-чего. Вихревого. Вихревого. Хорошо, вихревого. А, вихревого. Ну вот сейчас делается специально позволяющий сказать да и нет. Ты подчеркнул так же, что это чисто спиновый эффект. Это что означает? Орбитального тока вообще нет никакого. Когда у вас размазываются картины из четырех-пятых. А движение есть, конечно? Есть, конечно. Но это не в духе, так сказать, Мейсера. Не, Мейсера тут ни при чем. А где это хорошо? Не в духе, Мейсера. Так. Уголуберин докладчиков? Там следующий доклад. Гражданский. Сергей Викторович. За названием Санкт-Петербург. За названием Санкт-Петербург.